Здравствуйте, Настенька. Здравствуйте. Что сегодня мы с вами будем делать? У нас сегодня на повестке дня две темы. Это Каин, архетип Каина и продолжение, обсуждение проекта. Я подготовила небольшую презентацию, но у меня есть к вам два вопроса, как будет лучше, потому что у меня есть тема Каина внутри презентации, то есть как отдельная такая под тема, либо мы ее начинаем с самого начала, как вообще полностью отдельный такой субжект. Поняла вас. Настенька, давайте с вами разберемся, потому что то, что вы сейчас описываете, вы говорите не только о проекте, вы говорите о процессе. Мы с вами психоаналитики, и наша задача на протяжении всей жизни читать между строк, то есть проводить переносы и контрпереносы. Мы с вами психоаналитики, и мы должны с вами читать между строк, то есть тот процесс, который вы поднимаете, он о чем-то в переносе и о чем-то в контрпереносе. О чем он? Вот давайте прямо здесь сейчас построим конструкцию. Первый вопрос какой? Каин что? Убивает себя? Саморазрушение? Саморазрушение Каина. Теперь давайте так. Мы психоаналитики, значит режиссеры. Когда он должен это сделать? В начале фильма или в конце? Вообще, по идее, в конце. Конечно. То есть этот кусок мы в любом случае с вами вставим в конец. Тогда возвращаемся к вопросам. Итак, у нас с вами есть две позиции, которые вы хотели бы рассмотреть про Каина. Какие? Я бы хотела рассмотреть Каин именно у женщины, потому что женский Каин и мужской Каин – это абсолютно две разных истории. Да. И Каин вообще в целом. Поэтому, наверное, лучше будет с женской стороны его рассмотреть. Каин, женский Каин должен умереть? Нет, мужской. Именно. А почему мужской Каин должен умереть, а женский он не умрет? Нет, женский он тоже может умереть, но только женщина имеет право пользоваться Каином еще в других целях. А мужчина не умеет этого делать. Подождите. Вы хотите сказать, что в кинофильмах, предположим, в художественной литературе мужчина умирает, главный герой мужчина умирает так же, как главная героиня женщина? Это разные виды смерти? Разные, согласна. Абсолютно верно. Мы же про женщин говорим с вами. А вы сказали про Каина, который должен умереть. Тогда, если есть разница между Каином женским и Каином мужским, тогда что должно быть с Каином женским? Можете немножко еще навести, пожалуйста? Ну, конечно, мужчина должен умереть. Это задача, это позиция. Нам ясна, она предопределена. Я бы хотела даже рискнуть и сказать, в любом случае. Согласна. Женщина руководит убийством. Ну, обычно да. А еще, почему женщина не может умереть так же, как мужчина? И Каин... Потому что у нее нет этого в природе. Потому что у нее есть дети. Да. Хочешь, не хочешь, твоя природа все равно будет держать тебя за энное место. Отлично. Тогда возвращаемся к процессу, который мы обсуждали. То есть, у нас вопрос стоял какой? Поднимать архетип Каина сейчас или в конце? Абсолютно верно. Или внутри правильно? Отвечаем. У нас женский Каин, не мужской. Тогда прямо сейчас. Прямо сейчас. Умница. Дальше. Конца у Каина женского нет? Нет. Дальше. Сам вопрос, который заставил вас поднять этот вопрос, о чем? Тогда, получается, о мужском и женском у меня сегодня вопрос стоит. Умница. То есть, по большому счету, то, что вы сейчас спросили, говорит про то, что так давайте определимся, в чем же фундаментальная разница между женским и мужским Каином. Согласна. И мы с вами отвечаем на этот вопрос. Сейчас давайте, пожалуйста, подытожим, чтобы это был ваш ответ, и мы с него начинаем. Тогда так. Мужчина идёт добровольно на смерть, потому что это есть в его природе. Не идёт добровольно, а должен. Должен. Идти. А он идёт в каких случаях? Что он защищает? Твою семью. Ну да. То есть, когда тебе нужно защищать твою семью, ты грудью встанешь. Это мужчина. А женщина? А женщина? А женщина руководит этим парадом. А ещё? Она грудью встанет за своих детей. Конечно. Так, и тогда с чего мы начинаем рассказ об архетипе Каина у женщин? С того, что у женщины нет права на Каина в плане умереть. Но у неё есть право на Каина, чтобы отправить на смерть мужчину. То есть, у нас есть с вами только две стороны. Умереть самому или убить, если вопрос стоит про Каина. Да, всё верно. И к какому выводу мы приходим? Как нам вообще с вами после этого жить? Что мужчина должен умереть. И что женщина должна что? Убить мужчину. Да, поэтому непонятно совершенно, как мы будем с вами всё это дело окупчивать. Но, может быть, только психоанализом? Согласна. А если психоанализом, то нам с вами нужно как-то уже защитить тогда психоанализ. То есть, почему мы об этом заговорили, Настя? Про то, что может женщина, что может мужчина. Почему мы об этом заговорили? Потому что мы приходим к той теме, что у женщины и так мало прав, в принципе. Умница. И отношение к женщине совершенно другое и так далее. И у неё есть только одно оружие, которым она может пользоваться. Причём это очень тайное оружие, о котором никто не должен знать. Умница. Это всё, что ей дано по женской природе. В принципе, это её Каин, как только, знаете, в таком секретном кармашке лежит. Абсолютно верно. И женщин нам нужно защитить. У нас женский курс. Идём дальше. Вот сейчас мысль прекрасна. Идите дальше. Это и есть начало. Ну и получается, так как у нас, как вы сказали, нам нужно женщину защитить и так далее. Не каждая женщина вообще знает об этом. И она будет шокирована, если узнает о том, что она может убить мужчину однажды. А может, и не однажды. Если. Если активирует своего Каина. Нет, нет, нет. Можно убить сдуру. Тогда у тебя просто... А, конечно. Активирована, ты убила. Или? Или знать о том, что он у тебя есть. Нет, нет, нет. Или знать за что. А, да. Согласна, да. За что. В рамках психоанализа мы используем слова метафоричные. Мы сейчас не говорим про физические смерти. Мы не говорим сейчас про насилие. Это то же самое, как про тему кастрации. Когда мы говорим в психоанализе об кастрационном периоде или кастрационном этапе. В травматическом опыте индивидуума мы ни в коем случае не говорим про ампутирование половых органов по факту. Мы в психоанализе. Это мы так предупредить должны сейчас, Настенька. А то мы с вами такую ноту взяли, что... От вас на горюй. Да. Так вот, продолжим. И если женщина может убивать в кавычках, то тогда за что? За что она имеет полное право убивать мужчину? Находясь вот в своей женской кайновской позиции. В женской кайновской позиции, я думаю, она имеет право убивать за абьюз. За отношение к ней, за возможные многочисленные измены. Вы знаете, Настенька, с точки зрения архетипов получается, что нет. Что даже это можно простить. А есть одна вещь, которую женщина в принципе не может простить. Это отказ мужчины ей служить. То есть если он... А, поняла. Выбирает. Ну, значит, будь любезен, неси за это ответ. Нет. А твой ответ может быть только одним – служить или служить, потому что ты мужчина. И отказ мужчины выполнять эту фундаментальную мужскую задачу приводит к тому, что женщина может предпринять меры. Ну, давайте сразу про меры поговорим, только перед этим обозначим. Ну, и что там у нас мужчина может натворить. Ну, самое первое, что приходит в голову. Вы знаете таких мужчин, которые выбирают не жен, а мамок? Конечно, это эдип. Это эдип. И отказ служить – это отказ в принципе жениться, потому что мужчины начинают служить женщине после брака. Умница. Умница. То есть когда мужчина отказывается жениться, но при этом живёт за женщиной, он совершает что-то. Вы имеете в виду про что-то типа грех и преступления? Ну, конечно. То есть мужчина берёт тебя, живёт с тобой, имеет тебя, совокупляется с тобой, живёт и пользуется абсолютно всем. Но он не женится на тебе, он совершает что? Ну, он просто пользуется и использует преступления. Совершает преступления. То есть он отказывается от фундаментальной мужской задачи. Да, согласна. Так, и что женщина, это мы с вами сейчас, знаете, Настенька, возьмём все, значит, вот эти вот истории про то, про абьюз, про то, что там мужчина. А если он вам чего-то не дал, а если он чего-то дал, вот как нужно себя повести. У нас психоанализ. Мы в этом отношении абсолютно с вами защищены под прикрытием. Согласны? Согласна. Так, то есть мы отвечаем на вопрос, если мужчина не служит, например, не женится, то на что имеет право женщина? Убить мужчину. Каким образом? Уходом. Ну, вот. Или вы про что-то более серьезно не знаете? Он такой нужен? Он такой нужен? Конечно, нет. Ну, нет. Ну, нет. То есть в этом месте возникает что? Абсолютная бескомпромиссность. Вспоминай. Согласна. Психологи. Это, Настенька, вот сейчас очень важно мотать на усы. Почему, моя хорошая? Потому что чем больше вы вот этих вещей сейчас опишите в своем курсе, тем больше выгодны, выгодные позиции вы покажете женщинам. И ваш курс будет на фоне всего того непонятно чего выглядеть достойно. То есть вы будете не тем психоаналитиком, который говорит, если ваш мужчина, ну, например, девочки, вот, например, девочки, вы как выйти замуж? Как выйти замуж? И вот, например, он вам говорит, не женюсь. А вы, значит, тогда поступаете так-то, так-то. Ну, неинтересно. Согласна? Согласна. А вот, когда мы находимся в психоанализе, вы вообще говорите, что не если он не женится на вас, а... Он женится на вас. Ну, конечно. Записываем фразочку. Настенька, записываем. Он женится на вас. И теперь скажите, вот это видео, вот с таким названием, оно будет очень интересно по сравнению с видео, которое... Согласна. Если мужчина не хочет жениться на вас. Согласна? Какая-то невыигрышная позиция совершенно. Это вообще, что-то мы обмыслякиваем, что-то мы мутим, что-то там... Вот если он не женился, а если он женился... А есть видео, которое называется «Он женится на вас». Согласна. Очень хорошо. Звучит красиво. Звучит прекрасно. Так вот, когда мы находимся на психоаналитическом поле, то мы понимаем, что мы начинаем уже козырять нашей психической реальностью. То есть той позиции, которая предопределяет наше будущее и умение отказываться идти на компромисс. Согласны? Согласна. Так. Ну тогда давайте уже доделаем этот момент. Дальше-то пойдём к вашей презентации. Нам же надо начать. И надо, чтобы вы начали правильно и начали достойно. То есть женщина, например, встречается с первым вариантом неслужения. Он отказывается жениться. Он такой не нужен. Это то же самое, как тебе. Встречается женщина, у которой нет матки, влагалища, яичников, молочных желёз. Нет груди и нет головы. Согласна. Это открывается история про недопустимость. Абсолютно верно. Ну или если она тебе нужна, тогда надо задаться вопросом. А что тогда с тобой такое происходит, что она тебе такая нужна? Согласна, Настя? Согласна, согласна. Умница. Очень хорошо. То есть первый вопрос мы обсудили. Второй вопрос, про какую недопустимость мы также можем говорить в теме неслужения. Первый, он не женился. Нет, он будет жениться. Он будет жениться. Потому что это его задача. То есть если... Давайте даже здесь так вы запишите, и мы это с вами потом посмотрим. Рискуют все. Женщина рискует в своей истории. Она, может быть, там до конца чего-то не понимает, что будет в будущем и так далее. Но и мужчине не получится соломинки подстелить. И рисковать в этой истории будут все. Согласны? Согласна. То есть когда мужчина, например, приглашает в новую страну женщину, она рискует? Это вот курс. Для кого курс? Пишите там. Для женщин, которые эмигрировали или вышли замуж за иностранцев. Ваш курс очень подойдет. Согласна. Конечно, она рискует. Она оставляет абсолютно все. Она рискует. Она рискует всем. Она рискует всем. Очень хорошо. А он, когда приглашает ее к себе, рискует? Сграждан. Он вообще абсолютно ничем не рискует пока что. Да он ничем не рискует. Дома и стены лечат. Работа. Он доллары зарабатывает. Она обычно нет. Она только в рублях, в тенге имела. Он не рискует. Она отказывается от социокультурного пространства, в котором жила? Да. Конечно. Он? Нет. У нее будет рядом под боком мамка, подруга, родственник, тетя, дядя? Нет. У него? Да. Она будет знать, если что, куда бежать? Нет. Нет. Он от риса шелтеров знает. Она? Нет. А в концепции психоанализа рисковать должны оба. Так вот, она рискует этим, а он чем, давайте, будет рисковать у нас? Он должен этим рисковать. Тот же иностранец. Своим Эдипом? Да, он в первую очередь должен дать эти условия. В первую очередь должен дать условия. Дать дом. Положить на счет денег, чтобы она знала, что два года она будет вставать на ноги. Познакомить со всеми родственниками, чтобы она знала, что она может на что-то опираться. И позаботиться о том, чтобы эта женщина максимально в сроке в скорой получила, что, хотя бы грин-карту или гражданство. То есть он обязан это сделать, чтобы рисковать с ней наравне. Тогда эта позиция сложится, они пойдут рука об руку вместе. Согласны? Вот это будет, мне кажется, очень хорошее начало. Так вот, виды рисков. Она идет с ним в отношения. Она рискует? Она не вышла еще замуж? Да, рискует. Потому что она автоматически, если она хороша с собой, она отметает всех тех кавалеров, которые могли бы ее окружать в тот момент, пока она в трататушечке-та-та. Согласны? И если у нас с вами женщина весомая, то мы можем только лишь представлять о количестве потенциальных кавалеров. Другой вопрос, что эта женщина может не знать об этом количестве, но это уже наша с вами задача, помочь ей определить об этом знание. Так вот, она идет и рискует, а он не женится, он не рискует. Следующий вид, Настенька. Что еще, как еще должен служить мужчина? Он что? Не зарабатывает. Это вид службы. А, согласна. Вид службы. Все умница. Зацепляемся. Пожалуйста, проведите эту линию. Вот по этой же аналогии. Но это получается тоже из разряда недопустимого. Если мужчина не зарабатывает, то он не нужен. Так, моя хорошая, давайте про риск. С этой позиции все сразу открывается. Она... Потому что это тоже риск. Умница. Как она рискует, идя в контакт с мужчиной? Она бросает абсолютно все. Если мы говорим про женщину, которая эмигрировала, она бросает работу, бросает дом. Возможно, она продает всю свою недвижимость, чтобы эмигрировать. Если от мужчины в этом плане поддержки нет. Умница. А теперь давайте не про эмигрантов, а просто. Если она идет вообще в отношении с мужчиной, она рискует финансово, конечно, да. Потому что она все будет отдавать ему. И то время, которое она, возможно, бы заработала денежку или что-то, она сейчас будет направлять на семью. Да, все верно. Если этот мужчина еще и не работает, то получается, она не только время будет тратить, но и деньги в этих отношениях. То есть получается, она все, а он не рискует и сидит. Ну да, это абсолютная катастрофа, это провал. То есть это приведет к чему-то ненормальному. То есть он должен в этом отношении рисковать. А если он женится, то он берет на себя ответственность, ответственность? Какую? Полностью за семью. Ну, конечно, в частности, какая уязвимая позиция для женщины сегодняшний день? Не будем мы с вами устраивать эту историю из аграрной эпохи, что она там, не знаю, сыры катает, значит, коров доит, а он пошел поле косить. Давайте с вами про то, что сегодняшняя женщина современная должна много чего успевать, но у нее есть одна уязвимая позиция какая-то. Дети. Это беременность. Беременность и бедишечки, которые рождаются. То есть это ситуация, где женщине нужна помощь, где женщине нужна подсказка, материальное благополучие, чтобы были куплены коляски, кроватки, памперсы, молокоотсосы, чтобы у нее было красивое платьице, чтобы были у всех ботиночки, чтобы были помады, туши, был маникюр и педикюр. Ей нужно на этот период знать, что она может полностью грудью своей великолепной кормить ребятеночка 500 раз в день. Ольга, можно еще такой тогда вопрос? Если мы говорим о женщине после родов, что у многих женщин случается после родовой депрессии, я правильно понимаю, что и на период после мужчина это обязан делать, обеспечить эту безопасность и комфортную женщину? Обязательно, обязательно, потому что это очень уязвимая ситуация. Конечно, Настенька, если говорить откровенно, то вот, допустим, из 10 Мадонн, которые Мадонны родили мальчиков, в терапию приходят 10 женщин, а не Мадонны, но из них понимают, что они Мадонны только одна. 9 не понимают вообще сама по себе позиция материнства или институт семьи в России, в Белоруссии, в Казахстане очень не на высоком уровне с точки зрения защиты самой женщины, потому что женщина не имеет тех прав, которые, например, имеет женщина в Соединенных Штатах Америки. То есть не дай бог, ты не будешь женщину содержать, а ты имеешь полное право сказать, что это финансовый абьюз. И это не шутки, то есть это очень серьёзная такая защита, и ты получишь и набор продуктов, ты получишь деньги, ты получишь даже кэш, чтобы ты могла содержать детей. То есть тебе эту возможность даст государство. Поэтому это первая позиция. А вторая позиция, мы с вами говорили, что женщина делится на культуру, на интеллигенцию и на быдло. И та позиция, которая относится к рубрике «Быдло», никогда во веки веков не будет изучать психическую реальность, никогда не будет рассматривать свои долженствования, долженствование своего партнёра и будет только манипулировать и уничтожать. Поэтому женщина женщине рознь. Приходит, бывает, на сессию такая женщина, которая создана для того, чтобы уничтожить всех мужчин на свете. И делает это очень филигранно. А бывает, приходит женщина, которая действительно чиста в этом отношении, очень достойна и культурна. И ей нужно сейчас помочь увидеть, что, возможно, над ней кто-то производит определённые манипуляции. Поэтому, моя хорошая, ваш курс, мы с вами уже это обсудили, он настроен для женщин каких? Ваш курс? И вообще ваш курс, кто пожелает увидеть и посмотреть? Далеко не каждый, Настенька, человек. Далеко не каждый согласится с этой концепцией. Так для каких женщин этот курс? Я думаю, что как раз-таки для интеллигентных женщин, которые хотят найти вот этот ответ, которые как будто запутались немножко и не понимают, то есть сбиваются с пути. То есть это женщины, которые ещё чуть-чуть, и они уже дошли. То есть это как ступенька, с помощью которой они придут к тому, чего они искали. То есть у них это есть. Да, да. То есть это встроено в их природу. Это, знаете, то же самое, как, например, женщина говорит на консультации, Оля, я очень сильно боюсь стать проституткой. Или я боюсь пойти по рукам. Или я боюсь, что в моей жизни так меня накроет этим медным тазом, что если открыть этот ящик Пандоры, то я пойду по рукам. Я всегда говорю, что если до сего момента вы не пошли по рукам, а ящик Пандоры есть у вас, значит уже существует та стена, которая выстроена для того, чтобы по рукам вы не пошли. То есть в вашем сверх-я, в ваших сверх-архетипах, такие основательные, такие капитальные стоят и держатся за вас. Так вот основательные помогают. То есть вы можете этого не бояться. Не волнуйтесь. Та женщина, которая пошла по рукам, она пошла по рукам сразу. Тот человек, который открыл свой ящик Пандоры и ушёл в алкоголизм, в наркоманию, обычно это делает с молодых лет. То есть он делает это сразу. То есть мы только по этим вещам можем определять, перед нами тот, у которого сверх-я выстроено или оно отсутствует. Кстати говоря, как вы думаете, интеллигенция имеет выстроенные сверх-я? Я думаю, да, но бывают исключения, как раз таки, когда спотыкаются люди и оно теряется на время. Да, но мы можем сказать здесь про истерию, например. Но тем не менее, в сверх-я что-то есть? Женщины? Всегда. Конечно. А вот если говорим про быдло? Конечно, нет. Нет. Поэтому истерия... Оно отсутствует, и нарцисс на ядро. Абсолютно верно. Истерия у интеллигенции и истерия у быдла. Каину у интеллигенции и Каину у быдла. То есть мы с вами сейчас, получается, как бы рассмотрели внимательно самого женского Каина и поняли, вот сейчас увидим вашу презентацию, и, похоже, Настя, будем носить туда коррективы. Сейчас поймём, про кого вы составили эту презентацию, и мы понимаем, что у нас с вами должны зародиться четыре классификации. Первое. Каину у женщины. Быдло – интеллигенция. Каину мужчины – Быдло – интеллигенция. То есть, похоже, у нас с вами будет не два Каина, а четыре. Поняла вас. Согласны? И тогда мы с вами можем, создавая эту классификацию, даже предложить, запишите, пожалуйста, создать тестирование. Оно будет таким, очень может быть сложным, оно будет очень... его результаты, может быть, не очень порадуют читательницу, но тем не менее вы предложите тестирование. То есть, создадите опросник, по которому женщина сможет определить для себя, какой рубрике социально-культурного поведения ей стоит себя относить или присмотреться к тому, куда там вы её подводите или толкаете. Мне кажется, это чудо-идея. То есть, курс, который начинается с опросника, но этот опросник не бросит вас, если вы обнаружите себя в каком-то не очень приятном свете. Напротив, этот курс, в котором есть ответы про все два вида женского Каина. Тогда уже мы с вами перейдём к рубрике того, что этот курс будет являться проявлением искусства, потому что он не про то, что вы закинули удочку, но так ничего и не поймали. А если поймали, то не подсказали, как эту рыбку готовить. А вы полностью любую женщину, которая пришла к вам, провели от начала до конца. Согласна. Очень хорошо. Ну и давайте тогда третий ещё поднажмём. Ещё какая недопустимость? Я думаю, что... Хотя не знаю, я подумала о лжи, но ведь мужчины — это априори мужская природа, ложь. Да. Первое — не женится. Второе — не зарабатывать. Что ещё? Вот какая мужская... Настенька, у меня... Тренинца. Сторис. Есть... Я выложила дневники. Моя одна клиентка, которая на протяжении многих лет исследует все курсы и так далее, переслала мне свои дневники с разрешением выложить в сторис. И там есть один дневничок многолетний, который она вела за одним курсом. И там есть такая фраза, чтобы семья была крепкой, мужчина должен побеспокоиться у женских. На «О» начинается. А вторую букву можно? Р. Органов? Нет. А, оргазмах? Да. Мужчина должен о них беспокоиться. Он должен. Вот понимаете? Он должен о них беспокоиться. А у нас с вами какая ситуация? Что мы видим? Что женщина беспокоится о мужчине? И что мужчина вообще не беспокоится о женщине? А сколько у нас с вами женщин, которые симулируют из десяти? Десять. Десять? И что это вообще за ужас такой? И как нам, как психоаналитиком, быть, когда мы это знаем? И женщина приходит и говорит про свои оргазмы, а они не оргазмы. А знает её муж или партнёр? А когда предлагаешь этот вопрос обсудить, что говорит женщина? Давайте что? Не будем. Давайте не будем. Не будем. Потому что он подумает что? Потому что думает, что муж бросит и не поедет. Я обманщица. Я обманщица. Что я всё это время симулировала. Что я должна была вот это всё дело прекратить. А сколько из десяти мужчин знает, где клитор? Я думаю, что ноль. Ноль. А даже если человек имеет высшее медицинское образование, я вам подскажу. Из десяти один знает где клитор. А что делать-то с этим клитором? Или, Настенька, вопрос, когда ты обсуждаешь с женщиной, она говорит, что мужчина пытается иметь манипуляции, значит, с клитором. Но тычет он совершенно не в него. А куда-то на десять, а то бывает и на двадцать сантиметров дальше по окружности. Это о чём? Вот как вы думаете, это о чём? Ведь анатомия, физиологию проходит и изучает абсолютно каждый человек. В школе? В школе? Это о чём, Настенька? Если мы с вами сейчас подумаем, что это такое? Я думаю, что это бестолковость и эгоизм мужской, стандартный мужской, бестолковый эгоизм. Абсолютная необразованность и бескультурия. Абсолютная необразованность и бескультурия. То есть абсолютная деградация в отношении того, что делать с этим человеком. И то же самое происходит у женщин, которые убеждены в чём? В чём они убеждены? В том, что они получают оргазм? Нет, что им можно жить в такой форме. А, согласна. И отличивать. Вы такое видели, чтобы женщина сказала, извини, дорогой, но дело в этом отношении пахнет керосином, поэтому ты мне не подходишь. Женщины это терпят, терпят. Мне кажется, трёх пунктов уже достаточно. Но мы с вами должны найти сколько. Это ваше следующее домашнее задание. Вы имеете в виду, может, какие недопустимости? Да, недопустимости. Чтобы мы могли рассмотреть Каина. Понимаете, Настенька, Каину женщины, он у нас защищённый знаниями. Почему она имеет на это право? И если мы с вами хорошие психоаналитики, значит, мы должны защитить женщин, но не защищать психопатию. Согласна. Абсолютно верно. Я думаю, что должно быть много пунктов, около десяти. Мы не превратились в людей, защищающих патологию. Нам с вами в этом месте нужно очень, очень точно держать путь и очень понимать прекрасно, ориентироваться нам нужно с вами, где мы сейчас находимся в психической реальности. Если мы говорим про Каина, где граница между нормой и патологией, мы говорим, что женщина имеет право убить мужчину, в кавычках. Тогда мы говорим про то, что она имеет право, потому что мы с вами нашли три. Нужно сколько? Я думаю, что он не меньше. Он должен быть безупречен. Не меньше десяти? Ну, давайте найдем семь. 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 И вы скажете о том, что хотя бы, я, допустим, с вашего позволения предлагаю хотя бы семь. И порассуждаете со своими клиентами. Возможно, они захотят порассуждать с вами и родиться еще не просто курс, но еще и группа, так называемая сопроводительная или реабилитационная. В общем, я считаю, что за этим делом очень большое будущее. Но мы с вами должны быть очень честными, очень чистыми, основательными. То есть такими, чтобы к этому пространству придраться было невозможно. И защищать вы себя в этом отношении должны, чем психоаналитической концепцией. Отлично. То есть у нас с вами три. И мы понимаем, что с вас еще четыре, будет семь. И это будет в преддверии того, когда мы пойдем исследовать Каина. И выясняем, что Каин типов. Сейчас переходим к вашей презентации и пытаемся понять. Давайте тогда поставим две задачи. Первая задача – понять, о каком типе женского Каина вы написали. И второе – возможно, какие еще недопустимости мужские вы уже открыли. И тогда вписать наш списочек. Мне кажется, что это очень большое чудо. Согласна. Поехали, Настя. Да, вот так. Шикарно, шикарно. Так, ну, пока что у меня такое есть тестовое название «Я в себе», потому что мы и на прошлом коучинге с вами отпоздали эту историю. Мне оно понравилось, что женщина должна быть в себе, и тогда она не будет в растерянности. И что у женщины, у каждой женщины должно быть что-то свое. И я считаю, что что-то свое – это должна быть правда. Та правда, которую мы дадим, и та правда, вот как раз-таки вот эта ступенька, та правда, о которой либо женщина вообще не догадывалась, либо это вот тот пункт, то есть она думала об этом, не понимала что-то, и тут как бы все встало на свои места. Да, то есть как раз-таки вот эта история будет. Отлично. Так, переходим. Первая часть, у меня курс состоит из семи частей, и первая часть называется «Женщина». Здесь я бы хотела поговорить вообще, кто такая женщина, про самое-самое вообще начало зарождения этой истории, про Еву в раю и про отношение Бога к мужчине и к женщине, и почему женская природа отличается от мужской. Так, я делаю презентацию всего курса, или мы будем останавливаться и обсуждать, как лучше? Останавливаемся, останавливаемся. Я буду задавать вам вопросы. Вопросы есть. Картинка прекрасная, иллюстрация шикарная, очень хорошо. Но есть вопрос, почему у нас с вами женщина не с большой буквы? Поняла вас, я исправлю. Там, где женщина с большой буквы, нужно с большой буквы тогда писать и мужчину. Поняла? Курс для женщин. То есть женское «Ж» – женщина – должны быть главным. То есть вы этому служите, служите этой теме. Так вот, я предлагаю сделать так. Часть первая. Двоеточие. Первая или первая-тире. «Женщина» с большой буквы – тире. Кто она? Второе. «Женщина» – тире. Где женский рай? Третье. «Женщина» – тире. Отношения, так. Отношения с Богом. Запятая. «Женская природа» или отношения с Богом, запятая. Фундаментальное отличие женской природы. Понимаете? То есть вы, когда начинаете кочегарить вот эту историю, а любая история – это сама жизнь. То есть вот сейчас ваш курс, Настя, – это жизнь. И я, как зритель и читатель, хочу верить вам. А верить вам я буду, когда я буду видеть, что вы этим живёте, что вы этим горите, что автор в этом всём многообразия чувств и переживаний стоит перед тобой, как лист перед травой и служит, Анастасия, служит. А служит в данном случае женщине. Это, знаете, как психотерапевт или психоаналитик, который идёт в группу. Он ведёт группу. Нужно ли ставить акцент на том, что он написал? Нет. Нужно ли ставить акцент на том, какой этот человек сделал пост? Нет. Нужно ставить акцент на том, как он ведёт группу. Согласны? Согласна. Умница. Можно психотерапевту не написать пост? Можно. Можно психотерапевту не написать текст? Можно. Можно ему не подобрать музыку? Можно. Можно ему не провести группу? Нет. Ни в коем случае. Можно ему не прийти на группу? Нет. Можно ему не прийти на любую встречу, которая посвящена делу? Нет. Чувствуете разницу? Поэтому в вашем сейчас тексте нужно понять, нужно увидеть, что вы горите делом. Поэтому, если даже хотите, вы вообще можете оставить иллюстрацию и написать. Женщина. Представляете, Настенька, кстати говоря, вот если мы возьмём сейчас вашу презентацию, вот такая мизансцена. ваша прекрасная картиночка, и на ней написано. Женщина. И всё. И всё. Я думаю, будет супер. Конечно. Конечно. И вот, возможно, это и стоит сделать. То есть, картинка, и на ней написано. Женщина. Переворачиваем страничку, и там уже пошло. Женщина, кто она? Женщина, та-та-та. Женщина, та-та. То есть, вы уже пошли в контекст. И я думаю, что это будет бесконечно красиво. Это будет очень по-женски. Согласна. По-женски. Ольга, у меня. Ставим, Анастасия, прошу прощения, ставим в этот момент сразу задачу, что вам нужна авторская иллюстрация. Поняла. То есть, либо находите художника. Но как найти художника? Настя, как найти художника? Давайте этот вопрос решим. Как найти художника? Сейчас наше с вами видео. Вы видели, что ваше видео, которое мы выложили до этого, оно набрало очень хорошее количество просмотров и лайков. Вы видели, что по сравнению с многими, хотя это моя сейчас проблема, я не успею выкладывать видео. У меня накоплено такое количество видео-коучингов, и я их не выкладываю, потому что просто некогда. В общем, я вам так скажу, что по сравнению со всеми работами, которые сегодня существуют в социальной сети, ваше очень сразу вышло. А почему? Почему? Потому что это искусство? Потому что вы умница, и потому что по вам чувствуется, что вы уже в работе, что до вашей манамнези, до вы занимались, вы изучали, вы очень хорошо говорите. К чему я это веду? К тому, что вы в вашем коучинге, Настенька, предлагаете зрителю исследовать те вопросы, которые, поверьте, очень полезны для всех. Вы можете даже сейчас, кстати, обратиться к зрителям и сказать о том, что вы были бы рады получить обратную связь, и если те темы, которые мы обсуждаем в вашем коучинге, полезны для других, вы просите в комментариях написать. Можете это, кстати, сейчас делать, учитесь. Да, конечно. Я сейчас обращаюсь к зрителям, и я бы очень хотела узнать обратную связь, которую вы напишите в комментариях. Я очень прошу вас оставить обратную связь, потому что это мне поможет в разработке курса, и мне просто будет очень приятно это всё прочитать, потому что я действительно очень стараюсь. Умница. Очень хорошо. Так вот, Настенька, вот этот вопрос, который я сейчас предлагаю вам исследовать, он очень важен. Как найти художника? Вот ты, молодой психоаналитик, у тебя всё только начинается. Ты только сейчас начинаешь готовиться к тому, чтобы вот выходить в люди. И вот эти вот видео, которые мы выкладываем, это наши такие важные шаги, которые очень-очень педагогичные, они очень образовательные. Тот опыт, который проживаешь, когда знаешь, что выкладывается первое видео, крайне трепетный и совершенно опытный для слабонервных. Согласна, Настя? Согласна. Именно. Так вот, как найти художника? Вот у нас с вами уже стоит задача. Там задачишки для того, чтобы мы курсик этот правильный всё-всё-всё описали, мы пошли его создавать. У нас есть с вами специальный лист, да, задач. И мы понимаем, нам нужен художник. Как его, Настенька, найти? Вам, молодому психоаналитику. Ну, конечно же, вы же не будете приглашать, да, знаменитого художника, который вам такой прайс поставит сейчас. Нужно сделать что? Конечно же, я тоже найду начинающего художника. Начинающего человека, который войдёт с вами в эту коллаборацию, и вы ему дадите этот курс, а этот человек вам без денег нарисует, сделает вам рисунок. Согласна. Сделать иллюстрации. Для этого нужно что сделать? Сегодня же в сторис помещаем объявление. Здравствуйте, ищу художника. Мне очень нужны ваши иллюстрации, тематика, там, такая-то, такая-то. И ваше имя будет в моём курсе. Давайте с вами станем партнёрами в этой истории. Вот и всё. А также можно, например, с продажи. Вы будете получать такой-то процент за свои иллюстрации с продажи. Это тоже очень хорошая идея, если вы собираетесь его продавать. Понимаете? А может, кто-то согласится, уже имеет иллюстрации, а может быть, кто-то согласится, сказать, Настя, я буду рада, если в твоём курсе будет вот эта вот авторская моя работа. Мне денег никаких не надо, просто возьми. И всё, Настенька. Но вот эту иллюстрацию вы можете взять за основу и сказать, что вам примерно нужно. Что вот вы увидели это, пожалуйста, сделайте для меня авторскую картинку. И всё, и дело в кармане. Согласна, очень хороший план. Ну, отлично. Вписали в задачки, пошли дальше. То есть до следующей встречи, Настенька, всё, задачки, которые мы ставим, их выполнять. Нас времени ждёт. Поехали дальше. Ольга, я хотела, кстати, сказать, вы так интересно рассказали про женщину, когда вы говорили о том, что с большой буквой женщина, и потом вы провели параллель с жизнью, и вы сказали, что курс — это жизнь. И я подумала, что, в принципе, женщина — это жизнь. И буква одна и та же, первая в слове. И мне кажется, что с этим можно тоже соединить как раз-таки вот эту историю, что женщина — это жизнь, курс — это жизнь. Это шикарная идея. Тогда мы с вами можем вообще пойти до самого основания, оставить просто букву Ж. То есть этот курс имеет только одну букву. И в этой букве Ж потом уже идут расшифровки в виде текста. Но это очень красиво. Хорошо, пошли дальше, Анастасия. Так, следующая часть — это про женскую силу. Здесь у меня есть несколько частей. Это мама, это архетип Каина, это многозадачность и это образование. И я на самом деле именно поэтому сюда архетип Каина взяла, потому что как раз-таки у женщины это сила. То есть то, что мы с вами обсуждали, что Каин — это женская сила, которую она прячет. Анастасия, согласна, согласна с вами, но нужно доработать. То, что сейчас вы написали, мне видится, что это очень больше похоже, очень больше. Настенька, вот это вот сочетание английского и русского даёт такие какие-то... Вы сами это знаете. Так вот, вы сейчас, мне кажется, обозначили главы, а не часть её описания. Давайте разберёмся, потому что мне вполне могло показаться. Да, это часть, а внутри неё как такие главы, которые я буду уже дальше... Я согласна с вами, но у меня есть предложение. Давайте просто рассмотрим, как если бы в этом слайде вы описали главы, которые между... Каждая глава уже имеет подчасти. Поняла. Тогда первая мама. Почему это сила? Мама может быть одновременно и силой, и слабостью, потому что мама для женщин это очень такая важная история, потому что если мы говорим про силу, то та мать, которая стоит за женщину, точнее, стоит горой, полностью защищает, оберегает, она ей рассказывает о травмах. Дальше мы придём к этому, о кровавой травме. Она в этот момент оберегает тоже женщину и держит её, точнее, девочку. И в дальнейшем в отношениях... То есть женщина всегда должна знать, что у неё есть мама, что ей есть куда идти. Есть тот, кто её поддержит, есть тот, кто её защитит, есть тот, кто горы свернёт за неё, что вообще никаких проблем нет. И ты в надёжных руках. Это мы говорим сейчас про силу. Согласна. Мне очень нравится ваш аргумент. Вы умница. Идём дальше. Вторая глава. Каин. Опять же... Анастасия, да? Постоем. Но давайте к Каину-то подойдём красиво. Понятное дело, что сегодня мы про Каина начали. Но и начали, и начали. В курсе, который вы создаёте, Каин должен быть последней главой, потому что к нему вы должны подвести. Либо делайте его первой главой, для того, чтобы объяснить потом последующие главы. Маму, образование и многозадачность. Но я бы сказала, что это даже не многозадачность, а всё-таки мы должны это назвать несколько по-другому. «Женщина должна быть какой?» Если мы говорим про некую многозадачность, то мы должны использовать понимание. Мы должны показать, что мы понимаем, что женщина должна быть какой? Если речь идёт про... Подсказываю прям про многозадачность. Суитая – это плохое слово. Может быть, шустрое, то есть... Нет, милая, сверхженщина. Сверхженщина. Или сверхчеловек. Кстати говоря, вот здесь будет очень полезно, мы сможем из нитши взять очень классных таких прекрасных высказываний. Давайте рассмотрим женщину как сверхчеловека. Согласна. Отлично. Тогда идея такая. Вы берёте Каина, пошли сразу во все эти классификации, а затем в маму, в образование и в сверхчеловека. Согласна. Так, Анастасия. Отлично. Поехали дальше. Так, тогда получается, что дальше мы обсуждаем образование. Да, я думаю, что это правильно. Это правильная исследовательность. По поводу образования, почему вообще так? То есть это как раз-таки часть женской жизни, которая позволяет быть в себе и никогда не теряться. это то, что сохраняет мой мозг свежим. Анастасия. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, кто есть женщина без образования и кто есть женщина с образованием. Тогда я, пожалуй, изначально начала с двух классификаций. Это выдвину и интеллигенция. Это такая самая простая аналогия, которую мы можем провести. А во-вторых, ну, никто и кто-то. То есть женщина не может быть без образования. Если мы уж поднимаем тему, как сверхженщина, к четвертому пункту, подходя, если женщина – это сверхчеловек, то, конечно, женщина без образования существовать не может. Она погибнет. Абсолютно верно. Анастасия, так вы же у нас абсолютно гениальны в своем проявлении. Почему? Вы только что создали свою собственную прекрасную основу для курса. Вы сказали про то, что Каин, он и должен рассматривать внутри себя три темы – мама, образование и сверхчеловек. То есть, да, то есть, ваш курс про женщину, у которой Каин или в которой Каин должен привести ее к сверхчеловеку. То есть, у нас с вами добавляется еще один пункт – судьба женщин. Нам-то с вами нужно взять этот прекрасный архетип Анастасия, ни в коем случае не сесть на рельсы бульварщиков, которые бы это убрать, это кусеч это неправильно. Правильно, мы находимся в матрице архетипов. Вопрос о неправильности не стоит, ребята. Архетипы – это то, с чем ты можешь только договориться, ты права не имеешь это убирать. Кто ты такой, песчиночка на дне океана? Какое право ты имеешь думать о том, что твоя сила духа душка сможет быть важнее, чем мощь океана? То же самое и здесь. Еще не было ни одного человека, который бы силой, волей заставил оно работать, полуработать или вовсе отключиться. Нет, нет, нет. И вы, как психоаналитик, это знаете. И ваша задача как художника психоаналитического повествования как автора вашего произведения искусства в виде курса показать хорошее решение, способ договориться с Каином и сделать его своим другом. То есть Каин должен заставить женщину решить уже вопрос с мамой, посмотреть и стать сверхчеловечем. Огласна. И мы пошли уже с вами в ту позитивную, то есть мы превращаемся с вами не в бабушек, которые сидят и вот они кости моют этому Каину. Да что же это такое? Нет, напротив, с достоинством, с ощущением опоры на знания, с благодарностью Фройду и Сабине Шпильрейн вы идете и говорите про то, что, друзья мои, этот флаг Каина женщина должна нести с достоинством и показываете путь достоинства. Анастасия это чудо-проект. И возможно, после этого вы захотите обсудить вопрос мужского Каина, который точно также требует перемен и требует нашего осмысления и подхода с точки зрения арта. Ну отлично, поехали дальше. Ольга, а можно дополнительный вопрос по поводу мужского Каина? Вы имеете в виду рассмотреть его в рамках этого женского проекта или поднять вообще в абсолютно другом? Новый курс, новый курс. Мы не сможем с вами сейчас начинать с этого и этого уже достаточно. Это очень интеллигентный и такой элегантный проект, достойный. А потом вот по этому пути вы уже сможете посмотреть в то, что есть мужской Каин и так далее. В общем, я от всей души желаю вам, Анастасия, только продолжать наращивать обороты. Поехали дальше. Благодарю вас. Так, ну и получается, что следующий пункт у нас идет как раз-таки про сверхженщину, да, то есть если мы говорим о том, что Каин и как подветки такие, что мама, образование, сверхчеловек, и из этого дальше мы обсуждаем судьбу, то что значит вообще сверхчеловек и что значит сверхженщина? Женщина, она по своей природе вообще в принципе очень особенная, и я бы хотела об этом тоже поговорить, потому что женщина делает всегда гораздо больше, чем мужчина, и на прошлом занятии мы с вами тоже обсуждали, что женщина более такая, как это сказать, торопливая, да, потому что у нее есть движущая сила, это дети, и в принципе женская природа не склонна к лене, как я считаю. Моя хорошая, женская природа интеллигенции не склонна... Согласна. Всё. Женская природа быдла характеризована ленью. Да, согласна. И если мы говорим о сверхженщине и сверхчеловеке, опять же, возвращаясь сюда, то я могу еще сказать о том, что женщине нужно кормить детей, женщине нужно их обувать, одевать, женщине нужно думать, в какую школу и университет они пойдут, в какой стране они будут жить, это должен быть лучший университет и лучшая школа, женщине нужно приготовить поезд, женщине нужно проследить за собой, получить образование, нужно сходить на тренировку, я не знаю, на танцы, парикмахеру в спортзал, везде, и на это нужно время. А еще, если женщина замужем, естественно, это дать крылья мужу, это поддержать, поговорить, я не знаю, сходить погулять с так далее, то есть это нужно уделить внимание абсолютно всем, и в том числе не забыть о себе, и как раз таки вот здесь мы говорим о сверхчеловеке, потому что для женщины часов в сутках не хватает никогда, потому что женщина поздно ложится и рано встает, ей никогда не хватает времени, абсолютно ни на что, и в этом есть и сила женщины, потому что в этом она сильнее мужчины, но в то же время есть и небольшая слабость, потому что женщина никогда не отдохнет, но это та сила, которая помогает женщине двигаться, несмотря ни на что. Отлично. Анастасия, вы чувствуете, как прекрасен ваш голос? Благодарю. Отлично. Я очень рада это видеть. Ваш рост настолько стремителен. Мне очень радостно и горделиво видеть, как вы прекрасны в своём психоанализе. Вы сегодня фору дадите любому практику со стажем более семи лет. И то, как вы жонглируете знанием о психической реальности и как идёт ваша профессиональная мысль, меня очень радует, потому что у вас огромные перспективы и вы прекрасно знаете, что вот сейчас уже та самая позиция, при которой требуется рождение этого проекта. Оно будет сейчас тем, что уже будет за вашей спиночкой. Это ваш такой бэкграунд, поэтому поднатужимся и будем рожать. Поехали дальше. Благодарю вас. Так, и тогда мы переходим к судьбе, к женской судьбе, потому что получается, что из этого всего мы понимаем, что женский Каин определяет женскую судьбу, потому что мы говорим, если о Каине бытло, у женщины есть определённая судьба, и если мы говорим о Каине интеллигенции, то женщину ждёт, естественно, уже совершенно другая судьба, то есть умеет ли женщина пользоваться всеми этими плюшками, потому что Каин бытло выглядит абсолютно по-другому. И мы рассказываем здесь и открываем тему на два варианта женской судьбы. Так, умница. Очень хорошо, очень хорошо. Так, Анастасия, идём дальше. Так, Настенька. Моя дорогая, я сейчас вас вижу, был небольшой такой перерывчик, он полезен для всех. Поехали дальше. Я вас... Так, сейчас, простите. Я сейчас у вас хотела спросить по поводу, мы переключаем на следующий слайд, или я раскрываю, поняла? Переключаем, переключаем, потому что раскрывать вы будете в домашнем задании, будем уже, поняла, контекст. Поехали. Поняла. Так, третья часть, это слабость женщины. Я здесь включила четыре пункта, это женщина, не мужчина. Слабость и как жить, это... Так, сейчас, первый пункт, давайте поподробнее чуть расскажу. Женщина, не мужчина. Что это вообще значит? Это абсолютно разные отношения к жизни. В первом слайде ещё было по поводу отношения Бога к женщине, мужчине. Здесь эту тему я буду раскрывать немного иначе. Это будет именно о женской судьбе. То есть, по поводу, как относятся на работе, да, то, что, в принципе, есть вот эта история, что женщинам в бизнесе не всегда доверяют, да, все думают, что они не такие стрессоустойчивые и так далее. Я бы хотела вообще абсолютно перевернуть эту историю и рассказать о том, что это не так, и что женщина гораздо более стрессоустойчива, добра, и ей можно больше доверять, чем мужчине. И по поводу тех историй, где женщину обижают. То есть, почему женщине что-то нельзя, а для мужчины это норма, например, да, что мужчина может спокойно куда-то пойти, женщина в это время должна сидеть дома, и одна, она не может пойти на какие-либо мероприятия, например, на которые может пойти мужчина один. И я бы хотела вот эту тему как раз-таки раскрыть подробнее по поводу прав женских и мужских. Угу, умница. А вот здесь мы как раз вставим то, о чём мы говорили. Какова ваша идея по поводу необходимостей или того, почему женщина имеет право управлять своим кайном? Что вы имели в виду? Нет, здесь не про кайна, а здесь именно про слабости женские, которые вставляют, которые общество вставляет в палки, в колёса, именно в женские колёса, если мы так говорим. Что вы называете слабостью, Настенька? Давайте этот момент проясним. Во-первых, что у женщины нет члена, да, и что это история, которая, в принципе, самого... Постоим. Когда мы начинаем использовать слово слабость, мы рискуем. Мы права не имеем с вами, защищая женщину, об этом говорить. Давайте менять. Разве это слабость? У нас с вами психоанализ как способ проявить или выделить или дать ему стать произведением искусства. То есть даже если и были какие-то слабости, даже если были какие-то сложности, то мы сегодня уже названием предлагаем выход из ситуации. Это и есть то, что называется режиссёрский замысел. Нам нужно зрителю помочь. Может быть, это можно назвать... Извините. Может быть, это можно назвать правда? Сейчас мы о хорошей думаем, наверное, даже неправда. А слабость или сила? А, поняла. Или где слабость, там и сила. Поняла. Дальше идём. Тогда как раз-таки мы говорим о том, что женщине дано природа и что мужчине дано природа, и почему это обижает женщину, но мы отсюда, и я хотела бы сделать вывод дальше, что не всегда наличие члена, как это сказать, то есть женщина всю свою жизнь стремится это обрести мужское, но что у неё есть выход в других реализациях, чтобы это обрести. О том, что лучше быть умной девочкой, условно говоря, чем тупым мальчиком, и что у женщины мы можем найти все плюшки, которые она может получить от жизни и от своей судьбы, и что это по факту как раз-таки не слабость, а сила. Умница. Когда женщина умеет этим пользоваться и находить. Умница. Очень хорошо. Вот теперь хорошо. Вам самой нравится? Да, нравится. И дальше. Так, следующий пункт у меня как раз-таки, я тоже поменяю название, потому что он называется «Слабости, как жить». Я бы здесь хотела рассказать о четырёх путях реализации, женской реализации. То есть как раз-таки как женщина может выкрутиться из этой ситуации, и чтобы эта травма её больше не беспокоила. То есть я хочу подробно описать каждый путь. Умница. Хорошо. Тогда что значит «травма не беспокоила»? Раскройте, пожалуйста, сюжет. Каждая женщина имеет кровавую травму. Это будет, по-моему, даже в следующем пункте, если я не ошибаюсь. То есть у каждой женщины происходит травма. Умница. И вот эта травма... Настенька, милая, вот здесь постоим. То есть травма не подразумевает вопроса, может она быть или не может. Согласна. А травма как путь. А путь естественный. И тогда мы пишем, моя дорогая, травма как естественный путь. Сверх женщин. Поняла вас. Согласна. Дальше. Так, следующий пункт образования. То есть здесь, я думаю, что либо стоит вообще убрать этот пункт, потому что здесь я хотела описывать именно слабость, что происходит с женщиной, если у нее нет образования. То получается, я в принципе могу описать это в предыдущем пункте, потому что мы там говорим и про интеллигенцию и быдло, да, вывод из Каина судьбы. Так, и как раз таки по поводу Каина у меня тоже, да, что тогда получается у меня вообще можно все включить во второй пункт, если у меня остается вот эта травма и что слабость или сила. Я могу включить это в принципе во второй пункт или сделать третью часть из этих двух клавок, потому что образование и архетип Каина у меня в принципе входят в предыдущую часть. И я там как раз таки описываю со слабой стороны тоже, со стороны быдло эту историю. Так, очень хорошо. Идите дальше. Вот вы сейчас стоите у, на самом деле, открытия. Если вы поступите так, то что, во что превратится курс? Чем он станет? Женщина будет выбирать свой путь. Еще. Дальше это поверхность, спускаемся на ступенечку вниз. Так, я сказала, последнее было, что женщина выбирает свою судьбу, мне нужно спуститься ниже отсюда. Женщина выбирает свой путь, вы сказали, спускаемся ниже. Но у нее есть две истории, быдло или интеллигенция. Милая, стоим. Женщина, выбирающая свой путь, кто она тогда такая? Уходим на более низшние уровни абстракции по Альфреду Коржипски. Она владелица своей судьбы. Она выбирает. Она выбирает. Женщина, выбирающая, это женщина какая? Женщина, выбирающая, это та женщина, которая в себе и та, у которой есть все. Это женщина, которая знает, чего она хочет. Женщина, которая знает, чего она хочет, это женщина свободное. Согласна. Вот это и есть то, что вы делаете. Согласна. Я могу переходить к следующей части? Так, следующая часть у меня называется «Потери». Сюда входят пункты. Вообще, в принципе, что такое потери, это что женщина потеряла. это как раз таки... Хотя, знаете, я бы тоже название изменила. Потому что это по факту как, знаете, такая история, где я хочу выручить женщину и помочь ей. То есть это то, что она должна знать, и то, что ей поможет. Как бы это описать? Но спасение — это тоже не то слово. Настенька, повторите, пожалуйста, вопрос, который вас сейчас мучает. Не оставляйте его в себе. Мой вопрос мучает меня, как эту часть написать, потому что я думаю, что это название тоже довольно унылое, не совсем про то, что я хочу описать. Потому что у меня здесь про потерю рая и так далее. То есть это, наоборот, открытие правды и то, что женщине будет помогать и выручать её как раз таки, а не про то, что там она это потеряла, никогда не обретёт и так далее. То есть я хочу в другую сторону повернуть в более позитивную эту историю, потому что это и правда, знание этих всех аспектов, оно поможет. Настенька, женщина по своей природе никогда не может ничего потерять, потому что она всё своё носит с собой, матка у неё с собой, омния мэу, мэй ком порту, всё своё ношу с собой. Кстати, возьмите эту пословицу и поговорку на латинском языке. Она прекрасна. Омния мэу, мэй ком порту. Посмотрите на написание в интернете. И тогда, моя хорошая, мы должны понимать, что это не потеря рая, а это абсолютная ответственность. Это ответственность покинуть рай. И тогда мы пишем, что это решение покинуть рай. Согласны? Согласна. Тогда решение покинуть рай через... И пошли Аббома, кровавую травму, любовный психоз и архетип ничтожества. Ольга, а мы забыли с вами роды сказать. Это после кровавой травмы? А почему я это сказала? А я это видела. Я не сказала, потому что это тоже кровавая травма. Всё, я поняла. Можете написать тогда кровавые травмы, чтобы было чётко. Всё, я вас поняла. Так, ну и тогда немножко объясню каждый пункт. По поводу рая, это история, которая связана с родителями и с эгиповым комплексом женским, что женщина всё потеряла. И точнее о том, что женщина ничего не может потерять, как и мужчина, в принципе, как и любой человек. Мужчин не трогаем. Мужчин не трогаем. Мужчины могут. Мужчины могут терять. Анастасия, мужчины и делают, что теряют. Поняла вас. Мужчины теряют. Мужчины. Их задача терять. В этом и беда, и сложность мужского, судьбоносного такого направления. А женщина не может. В этом разница. Мужчин не трогаем пока. Возвращаемся к этой теме. Здесь, по-моему, есть у нас небольшая такая муть. Согласна. Так, начнём сначала, пожалуй. Потеря рая. Это о том, что женщина потеряла. Уже всё потеряла. То есть вот этот первичный детский рай. Я вот эту тему хотела бы открыть. А нам не нужно с вами говорить про потерю. Мы должны с вами говорить как раз-таки про решение выйти из рая. Потому что всё, травмы, роды, психозы, всё это рай. Решение выйти из рая или же решение покинуть рай через обман, кровавые травмы, любовный психоз и архетип ничтожества. То есть вы должны сказать, какое счастье покинуть рай. Понимаете? Мы не можем с вами использовать здесь слово потери. Мы не можем с вами... Настенька, у нас такая середина процесса. Но как же мы можем с вами здесь об этом говорить? Ольга, всё, я вас поняла. Обман, получается, я раскрываю сейчас, потому что это уже решение. Через обман я говорю про то, как Ева покинула рай через обман. После этого я говорю про то, как девочку не предупредили о том, что у неё... То она не мальчик. Да. Рассказываю, раскрываю вот эти как раз сложности. После этого я перехожу к кровавым травмам. Это следующая, вот это как раз-таки история про то, когда мама не сказала, про то, что у неё будет это, что она будет чувствовать себя не очень, что она будет чувствовать себя просто отвратительно и раскрываю историю про маму и дочку и про вот эту травму, с чем сталкивается девочка, что никто её не понимает, что все начинают её огновить и осуждать за то, как она себя ведёт, хотя здесь ей максимально нужна поддержка и быть вот в этих как раз-таки руках надёжных. И следующая история, что эта травма повторяется через роды, когда женщина понимает, что уже точно как бы всё, что здесь как бы вторая галочка становится и женщина понимает всё, теперь уж точно нет. Так, теперь уж точно нет, вот с этим я согласна, вот с этим куском я согласна. Так, Настенька, так, это у нас какая получается? Мы обсудили кровавые травмы и у нас следующая любовный психоз. Да. Как выход? Любовный психоз. Так, моя хорошая, значит, возвращаемся. Да, с этим я согласна, с этим полностью согласна. Да, с этим согласна. Поехали дальше. Так, любовный психоз, что это такое и почему он тоже такая история, когда женщина идеализирует максимально мужчину, выходит из себя, рискует всем, предаёт себя, предаёт своих близких. То есть вот эта история тоже очень-очень важна, потому что я считаю, что она неотъемлемая часть как раз-таки тоже вот этих вот всех таких ступенек. Да, согласна. И архетип ничтожества это скорее уже в целом, наверное, то, что даётся женщине, мне кажется, при рождении, потому что архетип ничтожества есть у каждой женщины, и это ещё и, помимо прочего, является следствием любовного психоза, да и не только. И вот этот архетип ничтожества тоже я бы хотела описать и рассказать о том, как он может влиять на женскую жизнь, что, в принципе, он есть абсолютно у каждой, чтобы тоже не было такого, что только я одна такая и так далее, то есть он есть у всех, и с ним надо тоже жить и справляться. Да. Отлично. Хорошо, пошли дальше. Так, следующая часть про счастье. Сюда входит улыбка, дети, пути реализации, образования и становления, любовь к себе и детям, выгода, манипуляции, границы абьюз, накопительство, женщине нужно всё. Первое – это улыбка. Улыбка – это то, что невозможно забрать, это то, что у женщины есть всегда, то, что улыбка действует раздражающе, в принципе, на окружающих, на людей, которые пытаются тобой манипулировать, на мам Эдиповых, тоже они очень сильно влияют, я имею в виду улыбка, потому что задача Эдипа и его мамаши сделать так, чтобы женщина страдала, никогда не улыбалась, отобрать её красоту. Настя, давайте вот этот момент оставим с вами в секрете. Согласна. Это не будем записывать, и обсудим это с вами, и выкладывать эту часть не будем. Почему? Вы имеете в виду про счастье? Ну, конечно, потому что... Потому что мы раскроем все секреты, если мы сейчас это всё расскажем, потому что это ключи. Подождите, пожалуйста, я проверю сейчас следующие слайды, чтобы мы их даже здесь не указали. Нет, Настя, мы не можем с вами про агрессию. нет. Нет. Счастье, генерация энергии, уникальность мы не трогаем. Нет. Поняла вас. Нет. Мы про это с вами сделаем видео, но сделаем видео, которое будет про то, какие ключи вы имеете. Нет. Поняла вас. не будем выкладывать, потому что это ваш секрет, это длительная работа, и вам вообще-то курс свой надо продать. Согласна. Да, поэтому уже достаточно того повествования, как вы идёте к этому созданию, и как идут обсуждения. Вот так вот, мне кажется, можно сделать. согласна, Ольга, на самом деле согласна. Хорошо. Тогда наше следующее видео, я буду готовить всё, что мы с вами обсудили до пятой части, именно подробно в раскрытии. Пятая, шестая, седьмая часть пройдёт за кулисы. Поняла. Да. И наши с вами задачи сейчас очень большие, я думаю, что мы сделаем с вами ещё одно видео, где уже капитально детализируем первые четыре части, распишем концепцию, тем самым мы уже будем говорить зрителям о том, что вы готовите. И не забывайте про художник, потому что каждая иллюстрация должна быть авторской. Очень хорошо. Классно. Как вам наша встреча? Ольга, мне очень сильно понравилось. Я на самом деле в восторге, я очень счастлива от того, насколько мы продвинулись и насколько мы с вами уже далеко зашли и насколько, наверное, даже глубоко зашли. Отключайте вашу демонстрацию экрана. Так, а как я могу это выключить? скрин? Да. Да. Стопс должно быть. Слово стопс. А, давайте я помогу. А нет, вы должны остановить. Так, у меня написано, а вот, пауза демонстрации, правильно? Да. Но у меня почему-то не выключилось. Хорошо, ладно, тогда оставим так. Значит, я думала вам в глазки посмотреть в более большом экране, когда вы про это говорите. Продолжайте, Настя. Так, подождите, давайте попробуем. Правда, не могу. Окей, пусть будет так. Пусть будет так. Продолжите, пожалуйста. Я на самом деле очень счастлива от того, что происходит в целом и то, как мы с вами далеко и глубоко зашли, потому что у меня с каждым разом появляется все больше и больше сил и смелости с каждым нашим занятием и с тем, насколько мы глубоко раскрываем все темы и насколько вы мне помогаете и направляете, потому что мне кажется, что направить ученика это тоже определенное искусство, которым, мне кажется, вы в совершенстве владеете, потому что сделай так, чтобы у меня у самой до этого дошла мысль, ту, которую вы хотите мне донести, это мне кажется, как раз таки и есть искусство, и я мечтаю научиться делать так же. Но это уже огромных планов, но в любом случае я уже мечтаю. Задача психоаналитика мечтать о самом-самом высоком в его собственном представлении. Вы научитесь это делать, и наступят те времена, когда вы станете прекрасным супервизором, и вы будете вести свои коучинги и помогать формировать мысль и формировать новые проекты всем вашим студентам и молодым психоаналитикам. Всё это будет Анастасия. Ну, отлично! До встречи! До встречи! Благодарю вас! Всего доброго, Настенька! До скорого! До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok